здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко программа сегодня у нас медицинская я бы даже сказал около медицинская и профилактическая наверное хотя конечно мы поговорим и о самой сути этой профессии медицинской речь идет о травматологии у нас в студии заведующий травматологическим отделением центральной поликлиники люберецкой областной больницы павел николаевич карабинников здрасте павел николаевич но мы не просто так пригласили павел николаевич потому что как мы вот тут в кулуарах что называется поговорили сейчас время такое немножко расслаблено их как бы два зима она вроде не расслабленная но новый год понятно скользко и так далее особенно где-нибудь там конце декабря начинаются всевозможные гуляния не несмотря ни на что и травматология прям пирожки печет да может тогда есть такой а летом тоже вроде как такое расслабленное но льда вроде нет да а люди все равно все время попадает к травматологу это действительно так да к сожалению сезонность травматологической службе она присутствует но парадоксально в том что зима это падение следствие внешних причин к а лето это падение следствие причин уже внутренних то есть если зимой падают гололед но даже с ним упали случайно да то здесь тоже случайность но уже обусловленная активностью человека она бывает раз она бывает разных она бывает разная особенно вот начало суббота да 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 пятница суббота врачи крайне не любят в области дни особенно понедельник надо сказать а вот да те кто думали перележат да 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 это особо особо крепкий особо крепкий которые терпели день или два боли и потом в понедельник надо еще на работать надо прийти к врачу и вот они приходят а там уже либо одни свежие раны либо перелом одно и разбивание ну да то есть естественно отек и всевозможные как отрицательные вещи которые способствуют соответствует до длительности травм то есть мы можем сделать такой вывод что лето все-таки действительно расслабляет люди немножечко да и плюс же еще сюда велосипеды самокаты всякие передвижения зазевался в наушниках машина значит тоже все это идет сюда да люди начинают активничать вы ездить на велосипедах падают самокаты сейчас электронные самокаты электроны говорю электрические самокаты которые очень людей на иной на ехать на тебя могут и вот и знаете ста страны когда на кого-то наехали все-таки это редкие случаи а вот когда сам летал сам попадаешь особенно когда человек выходит из метро вышел из метро с работы по сети постоял с друзьями выпил пиво и думать блин не надо миг целый километр идти а чё идти вот тут самокат вот удачу я себе не могу позволить вот я богат и успешно и потом сделала кат отдельно он летит у самоката есть одна маленькая такая особенность и вон руль держать надо двумя руками невозможно держать руль когда в одной бутылку в одной бутылке пиво но это и пьяный чуть небольшой вильнюю вильню и падает человек сам это электрический самокат и вот так было такое ну наверное есть еще помимо пьяного пьянства и наркомании понятно сюда тоже идет когда что называется по колено есть еще и люди которые но сейчас нельзя сказать что тепловой удар но тем не менее может плохо стать от жары да или кстати дочь может как-то повлиять это же человек может подскользнуться опять же то есть такие бытовые тоже остаются проблемы летние скажем травматические да ну знаете дело в том что самое интересное в том что если посмотреть по конъюнктуре травм который поступает по этим давайте до туда по видам этих травм то большого различия к сожалению например между зимой и летом особое нет особого нет увеличивается количество там так скажем пьяным пьяных травму и ран стопы и ран головы вот но тем не менее переломы тех же самых лучей в типичном месте они не сокращаются сама сама что интересно то есть из-за того что человек стал больше двигаться вот естественно увеличивается и магнитуды до падения до увеличивается когда он падает во второй части нашей программы поговорим о интересной неделе которая я так понимаю сейчас идет направленная на снижение смертности от внешних причин так это называется и собственно говоря более подробно что это такое как что мы под этим подразумеваем но сейчас вернемся к травмам не вот такой вопрос всегда мутие самые банальные и дилетантский а мы берем конечно зрелые люди это одна история берем человека который там на 20-30 лет вот он первый раз ломает руку а ему эту руку вставляют все делают правильно эта рука у него стопроцентно выздоровеет или на всю жизнь какие-то остаются последствия даже если травматолог сделал все идеально знаете без последствий ничего не остается абсолютно ничего не остается другой другой вопрос останется ли рука функционально но это может быть несколько врачебная врачебная этика скажем так но функциональность кисти например банальной кисти это хват рукой и удержание предметов то есть грубо говоря вот если хват руки есть то все хорошо да да то есть не все хорошо это является функциональной рукой то есть будет работать будет работать до обоих ныть на осень если если там образовалась определял образовались определенные процессы это либо фиброзная ткань либо костная ткань везде костной мозоли да что-то будет конечно связки те то эластичности которые были уже не будут соединительная ткань не так эластична поэтому любое какое-то ограничение движения но опять же если в локте имеется скажем так достаточная амплитуда да там перелом он не полностью расправляя за полностью сгибает ну для человека заметно здесь я в 90 здесь они чуть не довожу или достаточно эту я просто оттуда тушен на себе не показывать просто вот у меня ноги же мы часто идем дороги то у нас соответствует слава богу то ли я не знаю как это на вашем языке называется что иногда прямо стопаж вся но не ломалась никогда восстанавливается правильно понимаю что у кого-то это стопа чуть-чуть и сразу ломается у кого-то она более тянучая если можно так но эластичная эластичная связок конечно достаточно индивидуальная индивидуальная чем чем старше в возрасте эластичность связок уменьшается и естественно там же получается несколько рычажный механизм то есть ломает те же лодыжки например не не внешний угол там или поди падение ломает сама кость внутренние то есть таранная кость выворачивается таким образом что ломает внутрь на лодыжку но тут можно брать религиозную составляющую можно брать материально мир материального но почему тогда человек так слаб с точки зрения травмы но ты бывает же идет идет чуть-чуть вот маленько зацепился и полетел разбил все что только можно почему мы так слабенько защищены или мы все-таки слабо защищен знаете самое самое интересное что если посмотреть на всех млекопитающих на зеленой земле это человек очень травматичен да он разговора нет он не выдерживает те нагрузки которые выдерживают например та же кошка любая любая собака они как-то гибче мягче но здесь конечно и вес определенную роль и определенную роль играет но до возникает возникает сомнение что человек с этой земли ой как интерес на тоже для другой передачи хорошо хорошо давайте завершая первую часть нашего разговора все-таки какие на сегодняшнем и так немножко начали основные травмы назовем основные может быть какие-то оригинальные если можно так вы знаете ломают люди ну конечно я немножко хочу бы хотел бы расширить давайте у этого то есть конечно человек первое в первую очередь это травмы по своей чем чаще это травмы лучезапясанного сустава обычно ломают руки потом потом мы идут трава травмы голеностопного сустава в коленке нет голеностопного 100 глинастопного потом потом мы идут падут потом уже идут кисть 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 стопа вот а потом уже дома трубчатые кости длинный трубчатый костик голь это бедро голень вот плечевые плечевые сустава плечевые кости но вы учиться ну знаете ключица состава составляет если вот посмотрите смотреть отчеты не больше где-то 8 процентов для зрелых людей так травматология что-то сломает и чуть ли не летальный потом а вот как раз здесь вопрос эластичности кости вот уменьшение это содержание кальция в костях уменьшает их эластичность вот они становятся хрупче просто-напросто и это может привести даже к летальному исходу мы летальные за летальность здесь все-таки опосредованно то есть человек все пожилой человек пожилой человек ломает ногу вот вследствие того он становится лежачим но бедро бедро шейка бедра я могу приговор сейчас надо надо сказать что сейчас это внедрена программа министерства и ну и вообще на это сведением новых стандартов по перелома проксимального отдела костей вот и эта программа у нас успешно кстати да успешно реализовала реализована в нашей море никогда да да и программа направлена на то что в течение сорока восьми часов после поступления пожилого человека с перелом шейки бедра ну проксимального отдела вот он должен быть прооперирован ему либо ставят эндопротез либо ставят пифе и тогда что и тогда хорошо и тогда ранее ранее активизация пациента то есть на второй на второй третий день мы этого пациента сосадим он становится на ходунки вот и он ранее активизация человек не пожилой человек не лежит у него нету застоя по малому большому кругу кровообращения ну пролежь не то дальше в основном это сердечно-засудистые осложнения и банальная банальная пневмония которые губят то людей пожилого возраста это уже не такой сегодня приговор как был еще нет что это это сейчас не приговор я вам даже могу больше сказать что например с переломами других трубчатых костей пациенты находятся в стационаре не больше чем перелом сейчас если раньше мы это есть бабушка это поступало и она лежала стационаре до полутора месяцев но и потом только мы ее выписывали и все все действия были связаны с с уходом но до достаточно большой с активизации этого пациента лежачего то сейчас нет хорошо я сделала небольшую паузу напомню что у нас в гостях заведующий травматологическим делением центральной поликлиники люберецкой областной больницы павел николаевич карабинников уже второй раз он к нам пришел значит и 3 будет обязательно вот да во второй части поговорим о неделе направлены на снижение смертности от внешних причин что это такое напомним что эта программа открытый диалог павел николаевич карабинников заведующий травматологическим делением центральной поликлиники люберецкой областной больницы и вот сейчас мы поговорим о довольно интересной неделе которая направлена на снижение смертности от внешних причин ну медики любят проводить всевозможные недели месячники так далее что такое что это за название такое что такое внешние причины вы это понимаете внешние внешние причины внешние причины это те причины которые непосредственно влияют на человека на здоровье его организма вот таким образом что ведут к определенным последствиям ну то есть алкоголь например до внешняя причина лакомания алкоголь наркомании природные факторы внешние воздействия это все в аварию попал до авария до неправильно переходил дорогу не в нужном месте например но я вам могу сказать что дело в том что вот эта неделя эта неделя она приуроченная к предыдущим скажем так то есть сейчас идут даже большие семестры вот весной у нас были вот и осенью были семестры по профилактике потения лиц пожилого возраста целый семестр которую мы проходили врачи у меня пищали потому что там банальные вещи говорятся но тем не менее они несутся в массы говорится да они должны говорится то есть банальные вещи это нужно нужно говорить что пожилой человек по ступеням должен сходить держась одной рукой за поручень ну это нужно так потому что это не означает что он скажем так полностью обезопасен нужно 50 процентов но на 50 процентов он этот у меня вот вчера пациентка обратилась она достаточно молодой человека нашла спасла по ступеням и просто подвернула ногу и не перелом просто банально банальный перелом хотя она достаточно молодая если бы она держала за поручень она могла держаться поручень потому что поручень был то есть поручень вещь нужна вещь нужна вещь нужна вот ну конечно это я так понимаю простите такая неделя которые проходят разные до недели таких элементарного как бы мы останавливаемся на время и глубже в эту проблему пытаемся внедриться она говорят 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 что повторение на девятый раз одного и тоже определенным образом оставляет отпечаток в человеческой памяти девять раз надо повторить чтобы что-то для него запомнил это и мы теперь за поручень будут и мы уже пора ну да во всяком случае если есть рядом поручень да лучше же конечно за него взяться вот тем более что ладно чтобы не отвалился тоже но это уже все таки процент меньше темы чем падения хорошо ну вот тут еще написано внешние причины конечно я понимаю вы не владеете этой информации но правда что вот внешние причины сегодня серьезно влияют на смертность но есть смертность обычная да такая как можно сказать по старости а есть вот когда действительно отдел наушники переходишь непонятно где тебя сбивает машина все тебя нет да или ты находишься за рулем автомобиля едешь на красный свет вроде как никто тебя этого не заставляет делать и так далее нет но почему определенными цифрами я обладаю то есть пациент пациенты которые попадают в травму за счет скажем собственная глупость вот он нашел их их много да ну травма травма то вообще она такая очень связана с определенной переоценкой собственных возможностей часто говорят ну как же я эту ногу поставил но я лежал бежал всю жизнь бегал оттуда да 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 ну вы пьяные были ну не так уж и сильно да да так уж сильно поэтому этот внешний внешние факторы особенно особенно алкоголь монда вот еще такой фактор он работает здесь когда например ты идешь трезвый все хорошо и плиточка у тебя под ногами кому обращаться вот наверное вот это вот это наверное если за счет внезапности мы не можем скажем говорить стопроцентно что мы это можем или лечок открыт то наверное что от нас будет зависит это все-таки знание куда обращаться и как действовать потом вот наверное это будет правильнее об этом говорить на таком-то участке произошло на какое-то событие что не буду давать в суд на этот ну и суд а крайне мере вот это тогда уже когда у тебя не болит нога да вот я имею ввиду что была проблема связана ну виноват кто город или какие даже личные службы или например еще вариант наверняка может быть тоже сталкивались дома что-то упал я имею виду не кто-то с балкона кир такое тоже бывает а штука штукатурка на человека сейчас постоянно нам об этом сообщать особенно где-нибудь старых городах типа питера такое было да ну она и навряд ли можно попытаться что-нибудь с них получите но знаете врачи если честно воду врачи все-таки стараются от данных проблем чисто юридического плана дистанцироваться они хорошо даже если они знают они все-таки говоря знаете это должны заниматься соответствующие органы то есть проблем хватает в оказании помощи чем вот давайте еще один такой вопрос может быть мифологизированные может очень важны все мы слышим когда опять же мотоциклисты или любой любой варианте может быть когда человек ломает ну хребет или я не знаю как это называется на правильном языке у нас сразу возникает ощущение к обездвиженности это действительно сегодня невозможно вылечить и действительно человек может быть обездвижен на всю жизнь или все-таки какие-то идут работы в этом направлении к сожалению к сожалению люди обыватели многих вещей которые особенно неприятны они не любят это обсуждать но надо сказать что повреждение спинного мозга как и повреждение головного мозга это необратимые вещи которые ведут как минимум к инвалидности а чаще всего к смерти перелом повреждения спинного мозга на уровне шеи вот ведет двухсторонние параплегии то есть человек полностью бездвижен ниже 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 плеч то есть он не может ничего поширить позвоночник мы не можем лететь еще вот я имею ввиду вот так и травма на именно нервную ткань то есть нет в основе восстановление нет ни каркас никакой нельзя этот нет к сожалению если есть повреждение именно спинного мозга но самого спинного мозга мы не говорим а часа а костных структурах позвоночнике мы говорим уже вести голову спинного мозга который идет самую самом спинномозговом канале повреждение его она не восстанавливается еще такой полумиф полу не знаю что говорят что кости наши как-то там чуть-чуть обновляются это правда или они как вот есть и стареют или что-то все-таки какой-то процесс обновление обновление идет к за счет чего за счет обмена веществ ты чё там и немножечко если больше кальция едим то как за ними ухаживать костной структуры к сожалению это самый крайний скажем так отдален отдаленный участок пока до него дойдет хоть что-то да вот сейчас например есть большое количество препаратов которые лечат артроза артроз связан с повреждением хряща и с крупных суставов там гонартроз или коксартроз так вот для того чтобы хоть как-то что-то дошло до внедрилась выгоряешь в этот хрящ и каким-то образом улучшила его смазку то есть минимальный срок когда человек должен пить лекарства глюкозамин хадроэтиновые комплексы это полтора месяца это не факт это не факт потому что порадовала вообще во всех во всех специализированных журналов смотря эти графики там этот немножко поднимается то есть содержание содержание то есть нет такого же вколол в этот хрящ и нет такого к сожалению нет такого к сожалению нету это как травма тоже что это нужно беречь то есть суставы стираются за что-то живем и они можно какую-то косточку то заменить на железку вот это наверное еще один миф когда люди говорят что вот у меня там это сейчас поменяем сустав и я буду бегать да нет это не так работает не так работает например что самое сейчас делаю ну просто рассказывал про переломы проксимального отдела бедренной кости сейчас одна из методов лечения эндопротезирования дазобедренного сустава вот но пациенты которые обращаются первое что они жалуются они жалуются на боль более по по градации там ну пятибалльные вот 5 5 5 5 балла это тогда когда человек человека так болит что он ни о чем не может думать у него постоянно болит но это не жизнь это не жизнь так вот дело в том что протез протез тазобедренного сустава ставится для того чтобы человека перестала болеть он не восстанавливает его работоспособность раз он не восстанавливает не оставляя не восстанавливает его скажем так это не новый бой а не новый сустав это это то что перестанет болеть он не сможет долго ходить да он в быту до разговора нет он может ходить то болит не будет последний вопрос и будем заканчивать слово профилактика врачи одновременно любят и не любят но может как-то научиться нам правильно падать есть вообще какие-то методики как уберечь себя но действительно бывает идешь вот зацепился за какой-то камушек и только благодаря своим значит полету зависимости от кого кому какое тело кто-то сразу летит а кто-то останавливается не но нет ну конечно артистов же шучат правильно падать но это знаете но в принципе да пара не жена конечно я вот когда с детьми иду гулять я говорю ты вот идешь идешь ты из рук все убери почему я говорю если ты будешь падать если ты будешь падать ты сможешь рукой этот придержаться не удариться головой об асфальт а так или беречь этот телефон вот а так тебе убери если ты бегаешь убери и не бутылка не не пирожок не конфет у тебя в руке не должна быть но что падешь ты более более серьезно вот поэтому профилактика наверное такая должна быть чтобы что человек должен способен упасть и за что-то схватиться может быть группироваться надо вперед вы знаете здесь здесь так все-таки такая инерционная составляющая которую не всегда можно при при предугадать потому что и спортсмены спортсмен у нас тоже многочисленные спортсмены которые падали получали травмы ключи сломали ахилловые сухожилии говорить это говорить о том что вот именно спортсмены умеют падать не в общем есть еще над чем работать да пока пока же в человека он бегает травматологи будут работать я хотел такую вещь сказать чтобы пациенты определенным образом знали куда обращаться и как себя дальше вести ну возьмем наш люберецкий район на нашем люберецком районе имеется травматологических отделений 2 1 стационар и 2 2 стационар номер 2 1 в том бывшего тонкая имеется один люберецкий травм пункт вот эта поликлиника на вечном огне октябрьский 115 первоначальность травмы пациенты обращаются например тоже травм пункт тоже в травм пункт но я хотел пациентов все-таки сказать такую вещь что юридически даже юридически ответственность за свое здоровье вот лежит не на враче ответить за пациентов не на не на враче она именно на пациент ну конечно поэтому достаточно достаточно часто бывает что слезе и чего то с ну где-то день диагностирована пример перелом то что на например тоже в травм пункте специали врачи с обеет определенную специализацию них они не всегда и в момент обращения могут диагностировать верно это к сожалению достаточно часто и часто явление от этого никуда не уйдешь поэтому в том же травм пункте говорят что вам нужно обращаться в поликлинику по месту вы жительства справки пишут обращайтесь поликлинику делать как надо да хорошо лечащий врач которые которые лечит этого больного является не в травм пункте а в поликлинике и он ставит клинический диагноз на третий день только обращение то есть юридический клинический диагноз ставится на третий день и пациент если вдруг его что-то беспокоит но беспокоит болит продолжается отек он не уверен ничего здесь страшного нету если пациенту обратиться либо повторно либо обратиться к в поликлинику по месту жительства раньше поэтому я как вот призываю все-таки пациентам быть грамотными да и не бояться обратиться к даже к другому не даже другому врачу чтобы чтобы он посмотрел спасибо огромное заведующий травматологическим день центральной поликлиники грецкой областной больницы павел николаевич карабейников был гостем программы открытый диалог всего доброго и и Редактор субтитров А.Семкин